Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас мукпанг. Это куриные отбивные приготовления моей мамочки. Обожаю, как всегда. Здесь баклажаны, перчики, помидорки и огурчик. Вот эта вот вся часть, это всё пожаренное. Давайте будем кушать и отвечать на ваши вопросы. Очень часто меня спрашивают по поводу того, что я столько ями не поправляюсь. Вот как раз-таки, наверное, секрет в том, что я в последнее время начала ходить. Я начала худеть. Это очень круто. Лёгкий способ похудеть. Если вы тоже хотите, то обязательно худейте. Знаете, ребят, у меня появилась новая идея. Не знаю, как вы воспримете это всё. Может, вам не понравится. В общем, рассказать вам нужно всё-таки. Я хочу начать челлендж, который называется «Год без покупок». Челлендж заключается в том, что я в течение года стараюсь ничего не покупать. Но я сюда не включаю средства гигиена, например, шампуни, зубная паста, мыло, туалетная бумага. То есть я сюда включаю косметику, какие-то аксессуары, бижутерию. Не знаю. Всё то, что у меня есть, но я трачу деньги просто так. я решила, что когда я покупаю ненужную вещь, я буду записывать и буду писать цену. Вот, например, у меня есть два чехла на телефон, но я взяла из Али, заказала ещё пять. И у меня прям руки чешутся, хочется ещё пять заказать. Я понимаю, зачем. Вот зачем мне это нужно? Это просто шапоголизм. Рей Богу. Когда у человека нет никаких проблем, купил и купил, порадовал себя, и ладно. Но у меня есть мечта. И к этой мечте я иду. Если я буду тратить деньги налево-направо, получается, к этой мечте я не приду. То есть здесь нет ничего общего с тем, что вот прям жёстко экономить. Нужно пойти к стоматологу, идите. Нужно пойти к косметологу, идите. Я просто хочу минимализировать покупки, которые действительно мне не нужны. Опять же, покупать что-то, но если я покупаю, я это записываю в тетрадку, а в конце месяца просто смотрю, сколько денег потрачено на хлам. сегодня я пошла и купила серьги. Стоят они недорого, что-то в районе 4 монат. но я пришла домой, я вот сама себе задаю вопрос, зачем мне это? я не могу ответить на этот вопрос. зачем? ну а просто... особенно меня мотивирует что-то купить бьюти-блогеры. я не говорю, я не говорю, что бьюти-блогеры это плохие люди, давайте расстреляем их. нет, нет, просто не знаю, я прям такой человек, знаете, я прям ведусь на рекламу. элементарно вот эта косметика, распиаренная в инстаграме, миксит, да, слышать никто о ней не слышал, то есть это не какой-то мировой бренд, но просто то, что все блогеры в один голос там говорят, ой, миксит, вот эта классная косметика, я понимаю, что это реклама, но, блин, мне так хочется что-то купить от миксит. Поэтому я хочу минимизировать это все. То есть я буду стараться тратить меньше, потому что вот я всегда себе говорю долларов всего, ой, 8 долларов, да ладно, порадую себя, ой, да ладно, а если все это прибавить и посмотреть, сколько денег просто уходит налево-направо. Вот так вот, ребят, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Я даже думаю, может быть, снимать раз в два месяца или в три месяца просто делать такой отчет. Назвать рубрику «Год без покупок». Я у других блогеров это увидела. Думаю, круто. Ну, это снимают такие люди, у которых прям шкафы просто не закрываются, квартира вся в одежде. У людей, у которых прям стоит диагноз. У меня, слава богу, все не настолько запущено, но я боюсь, что дело дойдет вот так вот, как у них. Например, гирлаки. у меня есть, наверное, оттенков 40. Я думаю, вот надо еще такое купить, а вот такого у меня нету. Я вдруг так себя бью по голове, да, и думаю, зачем Айка? Эти портятся, сроки подходят. Ну, зачем еще? Многие там миллионеры говорят, что то есть не нужно стараться экономить, нужно просто стараться больше зарабатывать, но если не получается, хотя бы экономить. Вот, например, кризис, например, проблема. Вот это барахло, которое у вас лежит в шкафу, оно же вам так душу не будет греть? как бабки на счету на вашем. Ребята, не обращайте внимания, это у меня болячка герпес. У меня время от времени она всегда выходит. Когда в первый раз она вышла, ну, после того, я начала снимать видео первый раз, вот, я неделю не снимала видео. А сейчас я думаю, да ладно, даже незаметно. И решила снимать отбивные просто обалдеть. кстати, вот у моего брата был друг. Он работал где-то официантом и очень был парень экономный. Даже вот на одежду особо деньги не тратил. И мой брат всегда говорил, вот ты, говорит, экономный. прям чересчур экономный был. С одной рубашкой он прям мог ходить, не знаю. Было где-то четыре рубашки, он постоянно их одевал и все, больше ничего. И он всегда говорил моему брату, что я откладываю. Я откладываю, я хочу купить себе квартиру, машину и тогда я буду жить на широкую ногу. Вот. У меня брат всегда как бы прикалывался, он говорит, что непонятно доживем мы до тех времен или нет, нужно жить сегодня и сейчас. Вот. И этот парень через пять лет он себе купил квартиру, правда в ипотеку, вы знаете, очень краткосрочную ипотеку, буквально три года, в очень крутом здании, у него вид прямо на море, там панорамные стекла, короче, квартира бомба. купил он ее отремонтировал и начал сдавать. Потому что жить, где ему есть. Вот деньги, которые он получает от сдачи этой квартиры, он платил за машину. То есть машина была в кредите, взял машину в кредит. после того, как погасил квартиру, потому что квартира была всего на два или на три года, в общем, очень краткосрочный кредит. Вот. И сейчас прошло 5-7 лет у него и квартира, и машина. Уже в этой квартире он живет сам. Я такая смотрю на своего брата, смотрю на его друга. Смотрю опять на своего брата, потом смотрю на своего друга, потом думаю, да ладно, не буду сравнивать. В общем, ребята, мне кажется, нужно всегда думать о своем будущем. Поэтому экономия это неплохо. Я вот сейчас так говорю, я реально не могу себя заставить иногда. Я очень сильно сдерживаю себя. Я, например, полгода как не покупаю декоративную косметику. полгода. Может быть, покупала, я просто не помню. Если что, вы меня подправите. В общем, вот такие вот примеры у меня были. То есть человек не зарабатывал сильно много, да, но, видите, результат есть. То же самое у нас, когда я работала в магазине техники, там был отдел мебели, там работали девочки. Тоже у людей была мечта. Мечта это не последний телефон, это более большие какие-то покупки, более глобальные. очень но, мы , Я прям разговаривала с вами и совсем забыла, что я кушаю. Прям смела все. Помидорки немножко подгорели. И все. Скажи, что я наелась, ну не особо, если честно, но было очень вкусно. Вот. Кстати, ребята, я вам хотела сказать, что большинство из вас смотрят мои видео, не подписавшись на мой канал. Если вам не трудно, нажмите подписаться и поставьте лайк.